Здравствуйте! В ближайшее время коротко о новостях и событиях в налоговой сфере на этой неделе. Руководство Государственного налогового комитета в очередной раз встретилось с предпринимателями. Обсуждение продлилось больше 2,5 часов. Предприниматели поднимали вопросы оформления односторонних электронных счетов фактур, применения онлайн-контрольно-кассовых машин, корректировки чеков и государственной регистрации субъектов предпринимательства. Говорили о приостановлении действия свидетельства НДС, налогообложений с земельным налогом и налогом на имущество, переброске излишнеуплаченных налогов, об инкассовых поручениях, а также обратной связи с налоговыми органами. Ответственным должностным лицам даны поручения в короткие сроки решить озвученные предпринимателями проблемы. Шерзот Кудбиев, выразив благодарность участникам мероприятия, отметил, что организация таких встреч на регулярной основе позволяет выстроить эффективный конструктивный диалог с налогоплательщиками. Начисление земельного налога по тройной ставке, на дома у которых отсутствуют кадастры, будет приостановлено до принятия нового закона в этой сфере. Об этом заявил глава государства в ходе видеоселекторного совещания по вопросам увеличения производства продовольственной продукции и повышения доходов населения. Ответственным министерствам и ведомствам даны необходимые поручения. Для сотрудников органов государственной налоговой службы в рамках месяца правовой грамотности организован семинар по вопросам применения принципов административных процедур в налоговом праве. В нем приняли участие международные эксперты из Латвии и Германии. Физические лица платят налог на доходы от продажи собственных нежилых помещений, а также жилой недвижимости, которой они владеют менее трех лет. При этом не имеет значения, перешла ли она в собственность в порядке наследования, дарения или по договору купли-продажи. Детальная информация о том, как подать декларацию об этих доходах и когда уплачивать сам налог в материалах на официальных ресурсах. В первом полугодии свыше 6 тысяч организаций возместили суммы отрицательной разницы по НДС в размере более 8 триллионов сумм, 54% из которых экспортеры. В ходе изучения деятельности еще более полутора тысяч организаций, подавших заявление на возмещение, выявлены разрывы НДС в цепочке поставок. Какие меры предпринимает Государственный налоговый комитет для оказания практического содействия налогоплательщикам в решении имеющихся вопросов? Читайте в разъяснении. В налоговой отчетности субъектов предпринимательства выявляются недостатки, связанные с чеками онлайн ККМ. В них не отражены именно комитентов, отсутствуют или указаны неверные и КПУ, из-за чего неправильно формируются суммы с НДС или без него. Принимая во внимание обращение налогоплательщиков и исходя из принципа «солакчи-кумакчи», в персональном кабинете предоставлена возможность корректировки чеков за прошлый период текущего года, за исключением изменения суммы в этих чеках. Результаты независимой оценки недвижимого имущества можно направить в налоговые органы удаленно. Интерактивная услуга доступна на сайте my3.solac.us. Пошаговая инструкция на нашем сайте и каналах в соцсетях. Напоминаем, и КПУ в доверенности, товарно-транспортной, накладной и акте выполненных работ указываются в добровольном порядке. Отображать и КПУ в доверенности нужно в том случае, если необходимо автоматически сформировать эти сведения в электронном счете фактуре. 11 июля у части хозяйствующих субъектов ограничена возможность оформления односторонних СФ для физических лиц. Какая цель при этом преследуется? Кто вправе оформлять односторонние счета фактуры, а в каких случаях можно воспользоваться двусторонней? Ответы на эти вопросы в наших публикациях. Специалисты показали, как должен выглядеть фискальный чек, чтобы при его регистрации в мобильном приложении начислялся кэшбэк. Какие сведения отражаются в чеке и каким требованиям должен соответствовать QR-код. Узнаете из информационных материалов. На сегодня все. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин